Всем привет! И сегодня я вам покажу очень красивую партию, где черные в блестящем стиле разгромили армию белых в Будапештском гамбите. Давайте посмотрим. Мы играем за черных. Белые начали партию ходом d4 и черные ответили коне f6. Далее, после хода белых c4 мы играем e5. Жертвам пешку это Будапештский гамбит. Далее белые забрали dE, напали на нашего коня и мы выводим коня на поле g4. Нападаем на пешку на e5, ну и в дальнейшем хотим поставить слона на c5 и нацелиться на пешку на f2. А также можно даже ферзя на h4 поставить и нацелиться на пешку на f2. Далее белые вывели своего коня на поле c3, ну и мы играем d6. Хотим вывести своего слона на f5, ну и в дальнейшем, допустим, когда белые сыграют e4 и будут нападать на нашего коня, наш слон будет с поля c8 защищать коня. Далее произошел размен, ed, слон d6 и белые допускают ошибку, они играют h3. Хотят прогнать нашего коня, ну и в этой позиции черные сделали очень сильный ход, они играют коня в 2. Вилка на ферзя и на ладью, из-за этого белые обязаны забирать. Допустим, если они отойдут на d2, мы просто забираем ферзя. Из-за этого белые обязаны забирать, они забирают короля в 2. Ну и далее мы играем ферзь h4, шах. Какие варианты есть? Если защитится g3, то мы играем ферзь g3, это шах и мат. Видим то, что слон с поля d6 защищает нашего ферзя. Далее, если уйти королем, допустим, на поле f3, то тут опять же красивый мат. Ферзь g3, шах. Короля единственное поле для отступления, это e4. Далее мы играем с слона f5, шах. Такой красивый ход. Если забрать слона, то ферзь g6, шах и мат. Если королем уйти на d4, то играем ферзь e5, шах и мат. Видим то, что королю некуда идти. И если королем уйти на d5, то же самое ферзь e5, шах и мат. Также после ферзь h4, шах, можно королем отступить на e3. Если отступить королем на e3, то мы играем слона f5, такой спокойный ход. Но на самом деле это не очень спокойный ход, потому что дальше просто будет супер разгром. Далее белые сыграли g4. Если королем уйти на d2, то играем ферзь d4, шах. На c2 нельзя из-за слона. Приходится королем отступать на e1, ну и слон g3, вот такой вот красивый шах и мат. Из-за этого тут самый сильный ход сделали белые. Они играют g4, они напали на нашего слона, а также не дают нашему ферзю выйти на e4, на f4 и так далее. То есть g4 блокирует ферзя и слона нашего. Но далее мы играем ферзь g3, шах. Если королем отступить на d2, то мы играем слона f4, шах, e3 и ферзь e3, шах и мат. Если в этой позиции королем отступить на d4, то мы играем ферзь d5, шах и мат. И еще после хода ферзь g3, шах, можно защититься ходом коня f3. Тогда мы играем слона f4, шах. Королю приходится отступать на d4, единственное поле. Играем ферзь f2, шах. Ну и тут белые защитились e3. Далее мы играем слон e3, шах. И после слона e3 играем конь c6, шах. Если королем отступить на d5, то думаю даже можно включить стокфиш. Забираем ферзь e3 и выясняется то, что даже просто ферзь его приходится отдаваться. Просто мы забираем и у нас выиграна позиция. То есть стокфиш показывает то, что бессмысленно здесь играть за белых. Король просто в центре. Далее сыграем владе d8. И это даже же будет шах и мат. Из-за этого после конь c6, шах, король отступает на c5, как и было в партии. Ну и тут мы играем ферзь b3, шах. Король опять же на d5 я показал. И после b5 мы играем ферзь b6, шах. У короля единственное поле для осупления это a4. Ну и далее мы играем ферзь b4, шах и мат. Вот такой вот красивый мат. То есть король с e1 сделал просто маршрут. И пришел на край доски и получил мат. Вот так вот, дорогие друзья. Решил сегодня вам показать вот такую вот красивую партию. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока.